день в день и час в час минута в минуту радио болтком а радиослушки и продолжаем работу прямого эфире сейчас нас гостях экономист психолог и философ на на в одном лице игорь злотников добрый день добрый день но сейчас такое время мы вот когда с вами общаясь так получилось что долго мы не общались так вот в жизни иногда бывает у каждого на и были свои проблемы и заботы но вот когда мы начали общаться и думать о чем мы будем сегодня говорить какие темы обсуждать вот выкоррестилась такая тема которая на самом деле сейчас беспокоит всех может быть людей далеких от экономики от философии вообще а что сейчас можно планировать вот может ли быть какое-то будущее можно ли вас планировать и кто-то сказал очень хорошо что вообще наша жизнь разделилась вот на до и после вот до пандемии не знаю теперь сейчас мы еще все продолжаем жить в этом ужасе когда он закончится непонятно и что будет ли вообще этот период после пандемии какой будет жизни интересно что допустим до пандемии сейчас вот люди смотрят нас на скальги как будто это было до войны как мы отдыхали как мы ездили друг другу в гости как мы ходили в театры как мы ходили не знаю там на выставке в музее сейчас это все за обострено недоступно да и там люди публикуют какие-то фотографии вот что вот на ваш взгляд что дальше будет вообще может ли будет ли жизнь другой или в истории человечества мы знаем что были разные пандемии на самом деле и потом как-то эта чума уходила и люди возвращались более-менее нормальной жизни ну вы знаете я думаю что ну значит наверное вот с чего да мне очень нравится фраза льва николаевича толстого она в общем смысле передается таким образом будущего нет мы его делаем и поэтому все остается грубо говоря на откуп самим людям понятно что вот реперные точки когда вот так называемая точка бифуркация до разделить жизнь на до и после она происходит вообще-то у каждого поколения своя вот в этом смысле наше поколение но мое поколение которым сейчас 60 больше да мы точно понимаем что у нас было по крайней мере две реперных точки до пандемии минимум как минимум да я точно понимаю что вот эти испытания может быть для тех кто вот живет не так много вот оно действительно суровое испытание я помню для меня и моих друзей коллег серьезное испытание было разрушение советского союза ну конечно да затем была очень на мой взгляд интересная ситуация которая тоже для меня поделила на до и после это первый большой кризис 2008 2009 года когда очень многие бизнесы вообще-то прекратили существование нужно было что-то делать ну вот и сейчас да действительно пандемия и я думаю что мы еще долго будем анализировать и причины и как это все происходило и у всех будет желание найти виноватого хотя в мое понимание это бессмысленно это событие которые сильнее конкретных людей и нам нужно действительно думать о том что будем делать дальше я как раз очень хорошо понимаю что вот это время когда все остались дома а что то есть время такой моем языке рефлексии когда у нас есть время возможность задуматься над своей жизнью над самим собой и я думаю что это очень существенная вещь потому что вот такого перерыва может быть но лет еще десять-пятнадцать не будет а вот время подвести некие итоги и понять как нужно жить дальше может быть чтобы не делать следующих каких-то ошибок это вот сейчас самое время я точно понимаю что мы находимся на завершение очень серьезного этапа который назывался потребительской экономикой когда потребление становилось во главу угла и главное было что-то купить куда-то поехать что-то попробовать сейчас ситуация резко будет другой все-таки будет другой я думаю что мы не вернемся к ситуации такого потребительского бума свободы перемещений мы это все видим и нам нужно поэтому думать в первую очередь нужно внутри себя найти рациональные то что должны быть рациональные не эмоциональные хотя от эмоций мы не уйдем но мы должны найти некоторые рациональные основания для новой жизни и даже я бы сказал некоторых новых форм жизни вот тут много интересно вот мы сейчас об этом тоже поговорим вы сказали очень знаковые вещи ведь потому что совсем недавно целый ряд экономистов нам гришь ну вот сейчас только мы отпустим вот эти вот же то есть снимем ограничение и народ который истосковался по этому потреблению насчет все в магазинах но я утрил и на общий смысл упали насчет все сметать и будет такой бум потребления который мы еще не видели и вот сегодня я прочитал уже более как вы сказали рациональные экономисты которые сказали что вы ошибаетесь дамы и господа как раз наоборот потому что очень многие люди сидя на удаленке осознали что ну условно говоря им не надо 20 костюмов они сразу на них не оденут я утрирую да все время надо 30 платьев и у них ноги только 2 и даже пускай там сезон четыре там времени года но все равно так сказать 50 обуви именно и так далее так далее так далее эти драгоценности которые больше уже некуда одевать так сказать тоже не надо и вполне без этого можно обойтись может быть как раз вот это и будет переосмысление да конечно конечно более того если вы следите за последними такими аналитическими записками самая интересная ситуация что допустим то общее положение что главное работать в хорошем офисе действительно приезжать вовремя на работу иметь своих коллег в пятницу идти гулять это все уже закончилось это все уже прошлое да потому что выяснилось что действительно гораздо эффективнее работать дома действительно еду можно заказывать ее быстро привезут другое дело что конечно конечно этом еще не нет никаких на таких разумных ответов что очень серьезно пострадали межчеловеческие отношения да вот я хотел как раз об этом я думаю что здесь мы будем наблюдать формирование ну я бы сказал и новой этики и новой психологии и может быть каких-то новых принципов организации коммуникации вот говоря об этих новых принципах организации коммуникации но вы имеете опыт и преподавание вам с одной стороны понятно что вы можете прочитать лекции сейчас онлайн да с другой стороны никто ведь не заметит живого общения хорошо с коллегами со студентами и глаза я понимаю что может что-то я так утрил опять-таки протарабанить через компьютер но все равно ведь нет живого общения особенно это большая проблема теми дисциплинами научными которые вы занимаетесь на ключевое все таки да ну вы знаете мы это все очень хорошо осознавали еще год назад и даже у нас есть сейчас публикации где мы анализируем специфику содержания методов и форм обучения в связи с удаленным доступом и это есть очень серьезная проблема потому что безусловно и опыт педагогики показывает тем более вот вузовской педагогики что конечно главная передача это от человека к человеку да потому что передается то что не может передаться просто как информация да передается очарование человека его внутренний стержень его представление о мире то что вообще-то называется таким хронотопом человеком да то есть пространство временная уникальность и конечно это все в интернете не передашь другое дело что действительно нужно приспосабливаться от мои коллеги они делают это все достаточно эффективно мы даже сейчас разработали несколько таких удаленных курсов которые в первую очередь преодолевают так называемую предметность образования ведь не секрет что кризис образования особенно высшей школе он заключался в том что все упираются в знания в предметные знания мы разработали некоторые другие в этом смысле более адаптированные к человеку вещи которые ну сейчас такое общее название называется soft skills новые способности да это мягкие способности ну например вот допустим мы запустили сейчас три таких курса которые позволяют достаточно короткое время сформировать и оттренировать то что называется целеполаганием то что и к сожалению первокурсники не умеют ставить цели более того они как правило реализуют цели которые но им навязали я вам скажу больше у нас не только первокурсники у нас и политики якобы с высшим образованием тоже не имеют это отдельная тема да 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 второй курс который тоже он как-то очень примыкает и в этом смысле они идут таким пакетом это самоопределение потому что у человека должна быть постоянная такая функция выработан да кто я зачем я где я как я сам себя определяю и это очень серьезная вещь потому что у нас ну как бы все уже пишут что слишком долго продлилась молодость и уже там в 30 35 лет человек все равно остается молодым с одной стороны это хорошо с другой стороны это огромная проблема потому что человек который сам себя определяет сам ставит цели и вообще-то берет ответственность за свою жизнь это вообще-то совсем другой человек это не тот который услышал или там прочитал много книг эти все способности это личные индивидуальные способности ну и третий курс который на мой взгляд самый интересный он самый сложного сейчас мы я с этим работают так называемая проблематизация это то что позволяет человеку быть достаточно гибким по отношению к тем знаниям которые уже устарели но очень часто и мы это видим люди живут в плену своих старых знаний а как сделать так чтобы эти знания не мешали вот есть достаточно интересные и опыт и техники которые позволяют распредметиться то есть отказаться от этого уйти от своих стереотипов это бывает иногда очень болезненно по опыту я точно знаю что для людей которые вдруг меняют картину мира с этим связано вообще-то какое-то время наступает состояние такой пустоты но с другой стороны конечно сама проблематизация кроме распредмечивания она должна предполагать предложение новых предметов или как вот на моем языке новых антологий и вот это есть самое важное в образовании особенно в образовании взрослых без этого современному человеку будет очень тяжело более того сейчас и это уже осмысленно существует совершенно другая стратегия образу образования long life long life learning образование всю жизнь и вот на этом строится вообще-то работа целого я бы сказал такого института образования которое поддерживает человека в осмысленном состоянии всю жизнь это очень правильно потому что даже те кто не знаю закончил я уже не юрий про советское время те кто закончил даже в уз 90-е годы мы можем представить себе как жизнь сейчас изменилась за эти 20-30 лет это вообще уже и знания другие и технологии другие да вот если мы говорим как вы заметили что будет какие-то вот новые виды жизнедеятельности не получится ли так что когда вот закончится пандемия все-таки одно дело когда пандемия длится месяц второй третий а сейчас уже почти полтора года с марта прошлого года и когда это все закончится сейчас нам уже грозят какой-то четвертой волной осенью потом наверное будет пятое я не знаю сколько этих волн будет что когда наконец этот ужин закончится будем надеяться что это рано или поздно закончится что мы получим такое совершенно замкнутое общество которое живет не знаю как вы сказали дома работает дома кушает дома общается с друзьями только по интернету вот я один знакомый который участвовал любил разные презентации вот этих вин да он говорит ну как сижу дома мне привезли эти колбочки я пью вино чоку из компьютером да вот этой со стороны может казаться что люди сошли с ума ведь это делают миллионы да вот какие будет новые формы жизни или это все наносное пройдет пандемия все забудется и мы начнем обратно там активно коммуницировать путешествовать перемещаться и так далее знаете я думаю что здесь не может быть однозначного ответа я думаю что так как людей очень много совершенно в этом плане много картин мира мы будем ну в этом смысле иметь такую мозаику при том для меня очень важно чтобы каждый вообще-то старался построить свою картину мир здесь мы имеем дело с очень интересным феноменом я думаю что отпадет вот такая зависимость от моды потому что все таки у людей возникает особенно после пандемии необходимость личного решения личного самоопределения личных целей на постановки целей и личного вот этого нового видения мира я думаю что тут мы будем иметь очень сложную ситуацию разнообразие другое дело что это совершенно по-другому будет требовать у людей способность к такой сложной коммуникации еще где то в 60-е годы мои учителя георгий петрович и дровицкий никита глебович алексеев очень серьезно обсуждали рефлексию как новую историческую способность что это такое это возможность и способность человека устанавливать разнообразные многочисленные связи но при этом не терять себя самого и вот эта способность она была как бы обозначена как рефлексивная способность она просто подтверждала общий вот этот тренд который начал еще лев семенович выгодский о том что психология и психика это культурно-историческое образование зависимости от той культуры от той исторической ситуации в которой люди живут будут формироваться новые способности и мы должны в этом плане очень быть открыты к тому что эти новые способности нужно будет у себя сформировать от старых отказаться отсюда вот эти мои ну как бы размышления о том что нужно распредметиться а потом опредметиться и это на самом деле достаточно такая сложная задача поэтому есть вот эта проблематизация как необходимые условия понимания как вообще-то мир устроен а что касается да а предмечивание что это хотя бы какие могут быть новые дисциплины хотя бы в общих чертах расскажите вот видите тут наверное груз старого представления об обучении через дисциплины он вам мешает да и мы в этом смысле это очень хорошо понимаем и мы стараемся разработать новые формы образования ну допустим я принес показать мы создали мастерскую мастерскую вот это как раз новая форма вот такого ну вашей терминологии в моей терминологии опредмечивание ознакомление с новым содержанием так и понятно что это не делается в крал в классноурочной системе за 40 минут это это другое это нужно вот вся мастерская который вот мы написали это монография на мой взгляд одна из таких очень интересных это обязательно годовой цикл который подразумевает с одной стороны безусловно внутреннюю работу чтобы попасть в мастерскую люди начинают писать эссе сами писать эссе и по лучшим эссе мы отбираем тех кто может с нами работать а затем это выезд и это где-то 3-5 дней интенсивной коммуникации тематической где за счет эффекта коллективного ну в моем языке коллективной мысли деятельности у людей очень быстро формируется и новое понимание мира и тут же она проверяется потому что ты имеешь дело с такими же людьми которые хотят поменять картину мира и это вот мастерская это не лекция это не семинар это мастерская потому что в этой мастерской есть мастера которые организуют коммуникацию которые помогают людям действительно здесь и теперь решить вопросы которые они сами осознают что они чего-то не знают и и это очень интересная форма мы по крайней мере ее практикуем уже ну вот то что мы опубликовали и постоянно сейчас это работает московском городском педагогическом университете а еще мы ведем переговоры с другими вузами потому что они понимают что классно урочная система или лекционно-семинарская система она не дает тот интенсивный момент для образования ну в частности допустим мои коллеги это поняли ну как бы понимали еще раньше и допустим в этом году празднуется пятнадцатилетие московской школы управления сколково где вот эта форма другая форма и метод образования обучения становится вообще во главу угла и ну пока это для высших управленческих кадров но я думаю что за этим вообще-то будущее мы должны понимать что новые формы жизни будут требовать от нас новых образовательных систем да вот это вот хорошо вы сказали насколько вот это вот мастерская хотя слово мастерская сама уже подразумевает какую-то вот прикладной характер да мастера да я вот допустим слушают нас не знаю студенты или будущие студенты абитуриенты сегодняшние которые скажут все это очень хорошо о предмечивании да но мы же реально стоим на земле не важно чтобы в сентябре будет обучение очное или вот такое вот через виртуальное все равно у нас есть предметы их никто не отменял у нас есть вот эти вот пункты которые нужно получить и все вернется на круги своя вот вы там а мастерской а у нас все равно будет вот такая дисциплина надо будет сдать такая такая и ничего не меняется ну видите я точно понимаю что каждый каждое поколение проходило через это и у кого-то был тот обязательный минимум кого-то максимум предметов которые нужно было ждать сдать потому что были профессора была система образования но как и медицина образование очень инертная ситуация но чем больше мы понимаем как вообще устроено это образование в мире тем мы больше понимаем что это необходимые изменения вот то что я сказал лонглиф ленинг да система которая позволяет обучаться всю жизнь вообще-то это уже само собой разумеется везде допустим тот же мой друг и коллега александр генич левинтов достаточно долго пробивал идею серебряного университета это что университет для тех кто ушел на пенсию университет для тех кто 50 плюс и стараниями левинтова и московского городского университета это сейчас стало даже ну как за счет помощи московского правительства что называется в шаговой доступности то есть несколько московских вузов подключились и это не обучение для того чтобы получить диплом это действительно для себя для новых смыслов это очень важно да когда человек уже прожил жизнь у него есть такой важный этап психологически очень серьезно это потеря смысла так вот эти серебряные университета их сейчас будут я думаю тиражировать и везде по крайней мере я очень был бы этому рад на приобретают новые смыслы потому что там есть очень много идеи это опубликовано это можно почитать и кстати в риге когда александр генич левинтов сюда приезжал уже шесть лет назад мы с этой идеей ходили в мэрию они не поняли ситуация была такая мы рассказали сказали ну ну да 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 и ничего а на мой взгляд это была совершенно пионерная идея о том как может быть организовано образование взрослых москве отнеслись по-другому допустим тоже московском городском университете совершенно замечательный ректор игорь михайлович и римаренко это все сделал и там в москве вот эти вот серебряные университеты в шаговой доступности но до пандемии были очень популярны сейчас они тоже существуют люди ходили по конечно да они получали новые смыслы а вообще-то они сделали еще они получали новые специальности ну например бабушки ходили на специальные курсы по изготовлению мягких игрушек и они получали сертификат что они вообще-то могут это делать да была совершенно удивительная программа москвоведения когда действительно люди могли быть экскурсоводами по москве и это было очень интересно ну и конечно больше большой популярностью пользовались программы языков люди с удовольствием уже по новой системе ну конечно обучали языкам то что они не успели сделать когда они получали первую свою специальность вообще-то много идей в этом плане в принципе для латвии это бы тоже пригодилась не просто пригодилась а я даже вот признательно что у нас разговор пошел в эту сторону главное чтобы было понятно что человек который прожил 50 плюс он вообще-то будет жить долго тем более новая ситуация жизненная говорит о том что люди хотят жить да и поэтому вот эта новая осмысленная жизнь новые формы вообще-то коллективного коммуникации коллективной коммуникации они в этом возрасте становятся более чем важны вот еще может быть такой вопрос который ну не могу не задать вот нет такого ощущения что несмотря на все правильные ваши попытки вот и приучить к этому целеполаганию даже вот фактически со студенческих лет все равно ведь ну люди то не меняются да и с таком философском смысле посмотреть за столетия да что-то меняется что-то не меняется я к чему говорю ведь помните когда началась пандемия целый ряд лидеров мировых говорили ну вот теперь нас сплотит там вот эта общая беда отбросим все вот эти ненужные какие-то конфликты там региональные какие-то геополитику сейчас мы видим что ничего ведь не поменялось в этом смысле да вот какая-то там новая холодная война которая нам обещает вот встреча саммит я не хочу вас в эту глобальную политику но тем не менее путина и байдена преподносили как наконец-то будет разрядка вы на это еще помните ваше поколение разрядка мировой напряженности буквально хельсинки 2 да и выясняется что никакая пандемия никакая чума двадцать первого века ничего не меняет этих людей понимаете в чем дело я думаю что мы как всегда ищем не там где потеряли да есть одна очень серьезная тема и она отдельная очень серьезная и я бы ну так обозначу но я бы ее и продолжил обсуждать может быть даже и подготовиться чтобы это все есть то что сейчас забыто но какое-то время назад обсуждалось как человеческий потенциал иногда это говорят духовный потенциал но тут сразу мы попадаем в ситуацию некоторых религиозных конструкций и так далее но у человека же есть очень много внутренних ресурсов мне очень нравится один образ который говорит о том что жизнь человека это подготовка к тому чтобы в тебе распустился цветок цветок твоей собственной жизни твоего смысла твоего назначения и твоей вообще-то осмысленной задачи по поводу твоей жизни вот это не очень хороший термин ну не то что не хорошая не очень точно как духовность это и есть для многих очень осмысленная вещь другое дело что мы очень часто об этом ну во первых не принято говорить с другой стороны здесь есть некоторая монополия разных религиозных конфессий да а с другой стороны человек без этого без этих новых смыслов без некоторого одухотворения действительно многие вещи не не будет воспринимать и здесь я думаю как раз важно говорить о традиции потому что мы как раз восстанавливаем некоторую традиционность а это нужно понимать что это не так давно стало восстанавливаться первый кто они заговорил всерьез был такой совершенно замечательный французский философ рано генон который в двадцатые тридцатые годы пытался ну как бы обратить внимание уже тогда понятно безбожного французского общества к тому что послушайте люди мы же не просто так здесь для того чтобы потреблять у нас же есть еще и некоторые более высокие задачи и он восстановил то что называлась примодиальной традиции и и это стало очень серьезным пошли достаточно серьезные круги сейчас слава богу генон опубликован на русском языке это можно все прочитать и я просто говорю о том что это сейчас но некоторый тренд вот сейчас у нас наконец-то стали говорить о различных там коллективных формах бессознательного карл густав юнг стал очень популярен а мало кто знает что у юнга была совершенно шикарная про ну так программа возрождение разных форм традиции был даже такой интересный семинар эра нас который раз в год собирался в швейцарии под покровительством юнга и других очень известных людей и они обсуждали вот эти разные формы традиционализма я могу сказать что но в бывшем советском союзе потом соединенных штатах был совершенно замечательный ну философ сейчас я не могу сказать что русский философ это мирового класса философ давид зильберман который не просто говорил о разных традициях а он их сопоставлял и у него есть совершенно потрясающая книга которая вот сейчас слава богу опубликована усилиями петра георгиевича щедровицкого и фонда имени георгия петреевича щедровицкого к пониманию культурных традиций и я думаю что вот эта линия традиционности то что действительно задает человеку осмысленность его жизни она вполне может быть сейчас новым смыслом жизни вот это вот хорошо вы сказали такой вопрос возникает вот в первой части вы говорили что вот у нас было до этой пандемии общество потребления но это понятно да это мы все наблюдали многие сами с головой окунулись вот в это потребительское общество а что будет сейчас вы знаете я оптимист я считаю что у человека настолько много еще нераскрытых потенциалов у каждого отдельности у каждой нации у каждого городского жителей или там общности городской что все будет зависеть от того насколько люди смогут это открыть при том открыть не значит что проснулся с утра и что-то у меня там открылось нет об этом надо говорить я думаю что самая важная форма вот такого самораскрытие открытие это коммуникация об этом нужно говорить пусть это будет по интернету пусть это будет ну при помощи вашей программы но у людей должны появиться новые смыслы за счет того что они будут узнавать что-то новое и это очень важно потому что как только человек что-то узнает он начнет искать слава богу сейчас все книги могут быть через интернет и прочитаны и открыты и было бы желание вот вы говорите о таких вот о традициях о культурных традициях но не покидая такое ощущение что нам пытается сказать что вот эти вот традиции может даже культурный траги это все хорошо но это все вот прошлом вот так как вот не знаю сейчас вот есть виртуальное общение интернет чего мы раньше не могли себе представить уже письма пишут только не знаю 0 1 процент да так есть и вообще новое понимание человека нам говорят что есть еще какой-то средний пол я не хочу может быть в эту стежу так сказать но есть какой-то средний пол есть там вообще еще какие-то всякие там такие трансгенды на направлении так далее вот сегодня я прочел новое что не знаю в паспортах американских граждан будет писать там пол x какой-то да так сказать сами там что-то придумываете это что тоже может быть новое совершенно понимание всего а вы знаете есть мода есть наносное а есть то что ну как вам сказать не подвержены изменениям то что но задает некий инвариант да вот у человека этот инвариант он действительно существует в форме языка форме культуры и формы традиции поэтому обязательно нужно говорить должна быть коммуникация пусть даже через интернет потому что когда это все уйдет на уровень эсэмэсок вот тогда человек действительно потеряет с другой стороны мы должны понимать что самое важное в сознании человека это действительно чувство сопричастности более высокому духовному одухотворенному и это это не пустые слова и это иногда возникает за счет того что человек знакомится с понятиями а мы должны понимать и это очень важно да что наше сознание оно во многом во многом во многом формируется за счет тех понятия о которых нам говорят в курсах обучения или с которыми мы сталкиваемся или с теми людьми у которых эти понятия сформированы если нет сформированного понятия тогда знаете как даже пословицы зачем с ним говорить понятия не имеет да он понятия не имеет так вот я думаю что как раз вот эта новая одухотворенная понятийная форма внутренней жизни а именно внутренняя жизнь позволяет нам открыть себе вот эти новые и горизонты кстати и новые качества да это и есть то к чему собственно мы должны стремиться свое время мы с александр генщин левинтовым это все публиковали сейчас это все уже даже в текстах вот я специально принес книжку да здесь есть одна из для меня очень дорогих статей где мы как раз говорим о внутреннем мире и о том что у человека есть внутренние пространства и у нас даже есть целый набор схем которые позволяют по крайней мере внешнему наблюдателю задуматься ну допустим схема путешествия в себя это не особо что-то нового потому что еще в 50-е годы даже экономично конечно а там если куда путешествовать не надо только в себя но кстати ты там можешь много чего открыть да если ты будешь понимать что ты идешь себя для этого нужна вот эта рефлексивная способность для этого нужно действительно может быть больше времени уделять тому что но в разных культурах называется медитации успокоением да просто делать это не просто так аспользовать для себя почему так сейчас популярны так называемые ретриты да ситуации когда человека оставляет одного чтобы он в себе разобрался потому что динамика жизни становится настолько неуправляемой и она ресурсосжирающий человек сам себя тратит отсюда так называемый синдром выгорания да да и учителей и у врачей они все выгорают почему потому что не хватает внутренних ресурсов как можно это преодолеть извините за счет успокоения внутреннего состояния медитации но не глупой медитации как иногда говорят сиди молчи да нет ты просто должен совершенно по-другому отнестись к себе самому к своим ресурсам к своему внутреннему миру и я рад что у нас даже это все опубликовано и даже есть вот схема жизненного пути потому что мы впервые может быть задумываемся о том что мы же не живем секунды вот здесь и теперь вот надо быстро да у нас есть жизненный путь этот жизненный путь по всей видимости у каждого свой я точно понимаю что нельзя прожить чужую жизнь ты можешь прожить только свою жизнь как бы кто-то не пытался да как бы кто-то не пытался у нас есть этапы на этом жизненном пути и бывает сейчас уже достаточно много литературы об этих этапах притом это есть decir культурно-историческая память духовная память и если мы это все понимаем что мы не живем какую-то минуту, а мы живем нашу жизнь и можем выделить этапы этой жизни, и в каждом этапе у нас будут свои задачи, и будет свое окружение, и будут свои результаты, то мы будем более осмысленно относиться к тому, что происходит вот здесь и теперь. Ну, нет ли такого тупика, потому что, ну, по крайней мере, раньше казалось, что сколько бы там человек, я так, опять-таки, может быть, чуть утрирую, не копался в себе, все равно должен быть какой-то человек, который сможет на него со стороны посмотреть профессиональным взглядом, не знаю, психолог, да? Я почему это говорю? Вот мы видим один из таких побочных действий пандемии, это не вакцинация, побочные действия, это то, что вот мы оказались в замкнутом пространстве, и мы видим, какие сейчас конфликты происходят в семьях, да, нам говорят о насилии в семье, об этой пандемии разводов, потому что люди, оказались в замкнутом пространстве, казалось бы, да, открывают для себя новое, да, что они оказываются в вторую половинку, если так можно сказать, очень плохо знали, если когда они длительное время находятся на одной вот территории, ограниченные, у них там возникает недоверие, агрессия, там скандалы, дети всё это видят, ну то есть это может быть другая проблема, но это говорит о том, что может быть уже, что не всегда вот эта, не знаю, попытка путешествовать в себя вообще приносит пользу. Понимаете, в чём дело? Здесь очень много индивидуальных случаев, и, наверное, обобщать их на... Да, конечно, да. Будет сложно. Другое дело, что вот эта культура, вот некоторая привычка внутренней рефлексии и действительно внутреннего переживания без желания это всё выплеснуть из себя, ну её нужно воспитывать. Это труд, это серьёзная работа. В этом плане, знаете, есть такая, ну достаточно узнаваемая ситуация, когда человек, который всё время без умолку говорит и тем самым начинает как бы всех раздражать, все начинают понимать, что ну дурачок. Ну это как глупость, да, это, между прочим, хуже воровства. И в этом плане человек должен быть сложным, он должен усложняться, понимая, что всё не выплеснешь, ты должен сам перерабатывать очень многие свои. Открытия как приятные, так и неприятные. А с другой стороны, это вообще-то есть то, что раньше называлось воспитание. Кстати, да. Да. И в этом плане я как раз очень хорошо понимаю, что разные формы образования потеряли очень многие вещи, связанные с формированием внутренней культуры человека. Мы имеем огромное количество оспособленных к компьютерам людей, которые совершенно не воспитаны. Знаете, вот была такая вот очень хорошая философская, ну даже не философская, просто такая человеческая мудрость, мы помним в начале 90-х, вот когда мы тоже в самом начале это упоминали, развал Советского Союза, люди были растеряны, целое поколение вообще уже действительно задумывалось о смысле жизни, потому что всё, чем они жили и чем жили там их родители, это всё было перечеркнуто, сказало, что всё не нужно, пустое и так далее. И при этом нам говорили, что у нас в принципе в Советском Союзе было самое лучшее в мире образование, так нам внушали. И сейчас, по прошествии лет, мы понимаем, что отдельные предметы действительно преподавались, ну это может быть другая тема, так я к чему говорю. И вот эти люди с самым лучшим в мире образованием, у которых, по крайней мере, не знаю, с математикой, с физикой, с точными науками, вроде бы было бы всё хорошо, достигнут какого-то возраста, окажавшись, может быть, в отчаянии, ставили вот эти банки с водой, и Чумак их через телевизор заряжал, и они верили, что действительно он их что-то заряжает, да, и при том это были люди не безграмотные, это никакой там после революции, да, это люди с высшим образованием в том числе, да. Я к чему говорю, что сейчас тоже ведь мы видим, что очень много людей и с образованием начинают говорить о том, что их хотят чипировать, да, что там идёт какое-то, не знаю, облучение лучом и всякие такие теории, люди, когда вроде ты смотришь на людей, вроде они нормальные, даже чему-то обучались, да, это что, это вот просто такая психологическая защита, мне легче представить, что есть теория заговора, что есть чипирование, что это? Вы знаете, тут, наверное, буду я сложно отвечать на ваш достаточно сложный вопрос. Да. Ну, для меня это ещё раз показывает то, что, во-первых, мир меняется, и всё время нужно менять свою картинку мира, и со старой картиной мира ты всю жизнь не проживёшь точно, несколько раз у тебя будет таких трансформаций. С другой стороны, я очень хорошо понимаю, что человек с обыденным сознанием со многими вещами не справляется. Но это проблема чья? Это проблема этого человека. В этом плане всё начинается с того, что человек точно себе, в первую очередь себе говорит, что я либо что-то не знаю, либо у меня чего-то не хватает, но я только сам себе могу в этом помочь. Отсюда вот эта вся ситуация, Лонг Клифф Лёнинг, да, обучение всю жизнь, и человек должен понимать, что он всю жизнь должен вообще-то себя менять. Одна из самых серьёзных, ну, я считаю, достижений исследовательской мысли, которая была в Советском Союзе, она, кстати, очень такая нетривиальная. Что такое учебная деятельность человека? Это тогда, когда человек осмысленно меняет себя сам. А что значит меняет сам? Он меняет и свои цели, он меняет свои привычки, более того, он по-другому смотрит на мир. А самое важное, он меняет свои ценности. И вот этот вот постоянный момент изменения, он даже получил очень серьёзное такое обоснование. Это развитие, это развивающее обучение. Что человек всё время будет развиваться. И это не всегда приятно, это иногда бывает очень болезненно. И я думаю, что как раз в нынешней ситуации мы увидим, кто развит, кто недостаточно развит, кому нужно ещё что-то с собой сделать, а кто, наверное, уже ничего не сделает. И здесь я бы точно говорил о том, что это индивидуальная задача каждого человека – поставить себе задачу на развитие. Вот то, что вы сказали, может быть, общая то, что сегодняшний наш эфир, мне вообще кажется, что, может быть, это должно быть одним из таких элементов целеполаганий, как вы сказали, государственной политики образования на протяжении всей жизни. Потому что я думаю, что так всё быстро меняется, что надежда на то, что человек получил какой-то диплом, какое-то знание, и вот он будет всю жизнь, там, не знаю, начиная вот как он закончил, там, с 25 лет и до 65, пока у нас там скоро пенсион, он его, наверное, будет 70, он будет вот, ему этого будет достаточно, это совершенно не так. Вы знаете, не просто не так. Об этом писали ещё там 50-60 лет назад. Вот два года назад очень наконец-то всерьёз обсудили 50-летие выхода замечательной книги, гениальной книги «Педагогика и логика», которая была готова к печати в 68-м году, но из-за известных событий она была рассыпана. И она впервые была опубликована только в 93-м году. Там это всё обсуждалось как действительно необходимость… Ещё в 68-м году. А семинары, где это всё обсуждалось, это было с начала 60-х, это основные достижения московского методологического кружка во главе с Георгием Петровичем Щедровицким. Тогда это обсуждалось как разные новые типы мышления и новых логик. Потому что мы понимаем, что мир, как бы мы к нему ни относились, он выстроен на некоторых рациональных основаниях, логических основаниях. И это не формально логические основания, которые достались нам ещё от Аристотеля и древних университетов. Ну, древних, средневековых. Это так называемая содержательно-генетическая логика. То есть то, что несёт в себе содержание и то, что содержит некоторые изменения развития. И этому надо учить, чтобы у человека не было вот этой беспомощности, когда он сталкивается в жизни с некоторыми незнакомыми ситуациями. Он должен уметь эту ситуацию проанализировать, схватить, а главное – себя поместить в эту ситуацию, поставить свои цели, себя самоопределить и понять, а что нужно делать мне, а не вообще государству. Государство – тут не надо иллюзии, оно очень ревностно относится к тому, чему учить. Потому что как только будет много умных людей, государство будет не очень хорошо. И тем, кто им управляет, будет не очень хорошо. Да, конечно. Вспомните эти истории, которые в истории российских университетов хорошо описаны. Как только была новая реформа в университетах, тут же возникала через 20 лет система революционных ситуаций. Поэтому, чтобы не дразнить гусей, лучше не надо. А с другой стороны, без этого не будет развития человечества. И это как раз очень серьезная задача, потому что мы-то должны понимать, что люди должны меняться. Государство, если оно хочет своего процветания, оно будет этому способствовать. Государство, которое боится потерять свои позиции, будет всячески этому препятствовать. И это тоже нужно понимать. Вспомните 68-й год, выступление французской молодежи, студенческой, что произошло после этого? А расформировали Сарбону. Поняли, что это… Ну, конечно, конечно. И в этом плане не нужны иллюзии. Те, кто принимает решение или так называемую власть придержащие, всячески, всячески будут препятствовать. Это же еще древние стойки говорили очень важную такой тезис – власть охраняет незнание. И в этом плане наивно думать, что власть будет изменять систему образования. Ну, да, но тем не менее власти нужно тоже соблюдать какой-то баланс, потому что если будет тотальное незнание, тогда будет тотальная недоразвитость и… Удобнее управлять, не надо иллюзий. Тогда удобнее управлять, тогда можно объявить что-то, чем как бы все будут ослеплены, и тогда будет совсем другая ситуация. В этом плане, наверное, понимая, что это не предмет как бы сегодняшней беседы, я просто хотел бы очень точно зафиксировать. Мир сложен, но и человек непрост. И чем будет сложнее человек, тем, может быть, ему более будет открыта сложность мира. Но это возможно, если человек начнет работать, в первую очередь, над собой. Ну, вот в завершении, фактически, так вот такая квинтэссенция, насколько я понимаю, что неважно, сколько человеку лет, сколько у него, не знаю, дипломов и даже какой у него жизненный путь, он все равно может заниматься таким вот образованием в процессе жизни. Ну, конечно, конечно. И познанием путешествия в себя. Конечно, конечно. Более того, на этом пути, вообще-то, магистраль развития человечества. Более того, кто быстрее в себе откроет новые миры или создаст новые миры, тот быстрее вообще-то поймет про этот наш внешний сложный мир. И это даже, я думаю, не противопоказано и людям самоуверенным, которые считают, что я все знаю, я уже всему научился, все равно. Это никогда не помешает даже этим людям чуть-чуть путешествовать в себя. Не помешает. Игорь Звотников у нас был в прямом эфире. Большое спасибо. Спасибо вам. Вы слушаете Радио Болтком.